Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, во вторник, 27 июня, за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 11, стихи с 16 по 20. Послушаем это евангельское зачало в прочтении отца Даниила. Речи Господь, кому подоблю род сей, подобен есть детям, сидящим на тожищах, и возглашающим другом своим и глаголющим. Песках он вам и не плясасте, плаках он вам и не рыдасте. Прииди, бой ион, ни еды, ни пияй, и глаголют, беса и мать. Прииди, сын человеческий, еды и пияй, и глаголют, сей человек, ядца и винопийца, мытарем, друг и грешником. И оправдись, а премудрость отчат своих, тогда начат Иисус поношать и градовом, ниже выше многое силы Его, за не не покаяшася. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет и говорят, в нем бес. Пришел сын человеческий, ест и пьет, и говорят, «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Повествование сегодняшнего евангельского отрывка тесно связано с Иоанном Крестителем. Он, как пророк предтеча, пришедший для того, чтобы подготовить дорогу для земного пути Христа, теперь, находясь в заключении и осознавая окончание своего служения, передает своих учеников Спасителю. Иоанн посылает двух своих учеников, дабы они утвердили свою неокрепшую веру во Христа, услышав ответ Господа на один единственный вопрос. «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Господь, зная не только явные, но и тайные помышления, а также сомнения учеников Иоанна, не говорит сам о себе «Я Христос», ибо это могло навести учеников на мысль, как у фарисеев и книжников, которые говорили «Ты сам о себе свидетельствуешь, и потому твое свидетельство не истинно». Поэтому Спаситель дает возможность ученикам Иоанна самим сделать выводы, исходя из того, какие чудеса он совершает. После того, как ученики Иоанна Крестителя, получив от Христа ответ, уходят, Господь с великой печалью об извращенности иудейского народа обращается к людям. «Кому уподоблю род сей?» Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, а вы не рыдали». Тем самым указывая на то, что люди имеют уши, но не слышат. Они не понимают и не принимают того, что происходит вокруг них. И как дети на рыночной площади, капризны и полны предрассудков. Смотря на пример подвижнической жизни Иоанна Крестителя, многие осуждали его, утверждая, что он сумасшедший, если не нуждается в человеческом обществе, и если лишает себя привычной пищи, значит, в нем бес. Святитель Иоанн Златоуст замечает, «Теперь спросим иудеев, что скажете вы о посте? Хорош он и похвален? Если так, то вам надлежало повиноваться Иоанну, принимать его и верить словам его. Тогда слова его привели бы вас к Иисусу. Или пост тяжек и обременителен. Тогда вам надлежало повиноваться Иисусу и верить Ему, как идущему иным путем. Тот и другой путь мог привести вас к Царствию. Но они, подобно дикому зверю, восставали против того и другого». Спаситель приводит в пример Иоанна Крестителя как аскета и себя, мало чем отличающегося от остальных. «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам», не осознавая, что это два пути, которые могут привести людей ко спасению. В случае со Христом иудеи считали его поведение лукавым, ведь он постоянно на людях и любит ходить на званные обеды. Он друг тех, с которыми никто из приличных людей не хочет иметь ничего общего. Но Господь приходит в этот мир как истинный человек и несет истину людям. Но когда истина становится неудобной, люди всегда находят оправдание ей не следовать. Они молчат даже на явно благой призыв своего Бога. И в этом смысле взрослые мужчины и женщины мало чем отличаются от избалованных и обленившихся детей, которые капризничают, какую бы игру им не предложили. Но есть и другие люди. Дети Божии, о которых в заключении Спаситель говорит, оправдана премудрость чадами ее. Господь называет премудростью себя Иоанна Крестителя как посланника Божия, а чадами тех людей, которые открыли свои сердца для истины Божьей и живут с ней в согласии. Несмотря на критику Иоанна Крестителя иудеями, его праведная жизнь и искренняя проповедь обращала сердца людей к Богу, чего сами они не делали уже веками. И сколько бы не изливали лжи на Иисуса Христа книжники и фарисеи, великое множество людей на себе испытали его благость, приближаясь к Царству Небесному в Божественном Свете Евангельской Вести. Так и мы, дорогие братья и сестры, не будем отказываться от тех путей спасения, которые дает нам Христос. Не будем поворачиваться спиной к свету, который явил нам Спаситель в Своем Евангелии. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! 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 Благослови, Господь!